Сегодня участники автопробега Красноярск-Крым преодолели дистанцию в 700 километров. Это один из предпоследних крупных отрезков пути у наших экипажей. На этот раз путешественники увидели красивые пейзажи Урала. Сейчас напрямую в связь нашей студии выходит мой коллега Андрей Дунаев. Андрей, добрый вечер. Вот расскажи, в народе бытует мнение, что сотрудники ГИБДД на Южном Урале самые строгие. Так ли это? Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители. Мы находимся на Урале, Челябинской области, поселок городского тип СИП. За моей спиной совершенно потрясающие пейзажи здесь. Что касается сотрудников ГИБДД, на Урале они действительно строгие, но справедливые. Кстати, именно из разговоров с сотрудником ГИБДД мы узнали, что в этом году в Челябинске лета не было холодно. Здесь всего плюс 8 высокогор, если так можно сказать. Но на самом деле отрогие уральских гор вы можете видеть, дорогие друзья. Но что касается дороги, наверное, этот вопрос я переадресую Иннокентию. Иннокентий, отвлекитесь на секунду от завораживающего пейзажа. И расскажите нашим зрителям о том, как вам уральские горы, уральская трасса. Давно не был здесь красиво. Давно не был. Ожидал дороги хуже, но дороги тоже отличные почти. Дальнобойщики фуры идут в встречном направлении на восток. По путным, поменьше, полегче нам. Каждый из участников нашей колонны сегодня отмечает огромное количество фур, которые идут по большей части с запада на восток страны. Что везут, не знаем. Но это мешает движению. Мешает движению, конечно, тех людей, которые в большей степени передвигаются на восток. Что касается нашего направления с востока на запад, то здесь дорога полегче. Ну, а прямо сегодня мы уже покидаем уральские горы. До Уфы у нас осталось порядка 170 километров. Надеемся преодолеть этот путь сегодня. И вечером уже будем в столице Башкирии, в городе Уфа. Следите за нашим пробегом. Мы в путь!